Приветик, ребята! В этом видео я буду красить волосы, и это последнее видео с брюнеткой Ксюшей. Вместе с вами мы выберем цвет моих волос, я хочу сделать себе амбре. Представляете, мама мне сама разрешила покраситься. Вот летом, на мой день рождения, когда мне исполнялось 12 лет, она мне сказала, нет, я тебя не буду красить. А вот сейчас я просто так по приколу спросила, мам, я хочу покраситься. А она такая, хорошо. Я такая, что? Почему так быстро? Я очень боюсь, потому что мама сказала то, что концы могут не сильно осветлиться, и пепельные кончики не получатся, и мы будем с вами что-то придумывать, сделать или рыжий, или красный, или зеленый, или черный, в общем, будет интересно. Ну, а это мое успокоительное. Обзор моей тумбочки. Здесь лежит краска. Если у меня получатся рыжие концы, и на них не ляжет пепел, то я покрашу черной краской, ну, или красной, или даже рыжей. Ну, а если у меня все получится, то покрашу волосы этим жемчужным. Этот потемней, а этот посветлей. Это лавандовый, мне он тоже очень нравится. И остальные остались пепельные. Это самый светлый, это самый темный. 8,66, вообще фиолетовый. Смотрим следующую палочку. Здесь у меня лежат расчестки, кисти, ножницы и заколочки. А ножницы, наверное, может пригодяться, если волосы начнут отпадать, или если что-то пойдет не так. Здесь лежит пудра для обезвечивания и фольга. Блестящая. А в четвертой у нас лежит фен. Паночки для краски и для пудры. Я все-таки мечтаю, чтобы у меня получились пепельные волосы, поэтому это будет для краски, а это для обезвечивания. Так, это наша пудра. Засыпаю ее в мисочку. Вау, какая синенькая и большая бутылка. Наверное, это нужно залить сюда. Перемешиваем. Ну ладно, что, начинаем нашу покраску. Мне нужно надеть пенебарочек, чтобы не запачкать одежду. О, какой большой. Это я так понимаю, делается вот так. Моя мама уже красит на фольгу. У меня очень интересный результат. Сюш, давай тебе кончики примерно вот чуть-чуть, вот так вот сделаем. Ну, немного. Что? Нет, я так не согласна. А что? Я хочу, чтобы от плеча уже начинался переход. Ты только постарайся. Это же моя первая покраска. Нет, это не первая покраска. Когда ты была маленькая, в детский сад еще ходила. Тебе, наверное, было 4 годика. И я тебе делала мелирование. Да? Да, но у тебя были прям пряточки, поэтому это не первая покраска. А я-то думала, откуда у меня вот такие слепые кончики. Так, все, не крути, Ксюша, сиди ровненько. Придешь завтра в школу, вся такая новая, с новой покраской. Светлые волосы. Вот сюрприз. Мам, а почему как бы вот эта пудра не все волосы хорошо осветляет? Потому что у тебя темный цвет волос. Есть девочки светленькие, у них лучше волосы осветляют. Вообще брюнеткам лучше, как бы красивее. Яркие тона. Красные, рыжие. Для брюнеток. Мне очень жалко твои волосы. Очень жалко. Я бы, конечно, не хотела. Ну ладно, сейчас Новый год. И думаю, волосы все равно быстро отрастут. Ну не быстрее, конечно, чем... Ну, года два-три точно это длине отрастать. Это не так быстро. Это кажется, что волосы быстро растут. На самом деле, в месяц отрастает всего сантиметрик. Ну как за год 12 сантиметров. Ну да, это ни о чем. Это вот такая вот длина. Посмотри уже сколько фольги. Посмотри, сколько покрашенных прядей. Видишь? Как много. А я думаю, что мне так тяжело. Да, да. Круто, да? Так что вот сейчас еще 20 минут, и уже больше покрашено. Еще больше этого так получается. Мама, почему так долго? Тонкими прядками, чтобы был переход хороший. Вот. Поэтому так долго получается. Я почему-то про Зизи сразу вспомнила. Кстати, на моем канале уже есть видео про Зизи, поэтому ссылочка будет в описании. Переходите, смотрите, ставьте лайки. Ну, Зизи, это вообще отдельная тема. Зизи вообще очень долго плести. Там от 4 часов. А с покраской это намного быстрее. В последний раз мне мама заплетала Зизи. Мы заплетали 2 дня. Поэтому просто покраска молчит. Сторонит. Наконец-то мы уже закончили красить половину и перешли на переднюю пряди. Я покрасилась, девочки. Как вам моя новая причесочка, девочки? А, давай тебе оставим с такой. Вот одна сторона будет твоя натуральная. Кстати, можно было бы покрасить. Нет. Ты покажи лицо, как ты мне сказала. Нет. А что? Ну, блин, мы уже зад покрасили. Зад? Зад мы тебе не покрасили. Зад это зад. Ну, в общем. Мы уже покрасили... Волосы на затылочной зоне. Да. Вот. А еще нужно было красить эти волосы красным, а эти синим. Поэтому мы красили. Ой, нет, нет. На такую покраску я не согласна. Так, давай другой стороной. Все. Ой, как хорошо. Рау, мастера. Как удобно? Нормально. Продолжаем, девочки. Девочки, мои любимые девочки. Когда красишься, надо перчатки одевать. Видите, что творится с пальцем? Вот. Покажи мне. Вот. А, вот. Это нормально? Это так перекись действует на кожу. Это нормально? Мне не щипит. Так, ну все. Ура! Что ура? Сейчас сидеть ждать. Ну, минут 30 точно. Да, давай сделаем ровно. Пробав мне интересно. Может быть, минут 40. Уже все перекинул. Сейчас мы нахожусь с этой стороны. Вот так ровно. Мам, ты всю краску устрасила? Как тут мало осталось. Так я раза два-три подмешивала, а то и краски-то не хватило. Да? Конечно. На волосы много краски уходит. А что мы сразу? Ну что, давай посмотрим твои первые пряди, которые мы покрасили. Самые первые. А, уже что? Начинать? Да почему начинать? Тебе долго сидеть. Потому что вот эти мы только покрасили. Вот эти? А вот эти нижние, да. Вот эти нижние. Вот уже видно желтенький. Разворачивай. Капец, я такая светлая. Вот они. Давай, теперь ждем. Потом, когда смоем пряди желтые, вот этот вот цвет желтый, мы покажем, что получилось. И будем выбирать уже краситель. Хорошо? Да, хорошо. Все. Все, начинаем ждать. Кого начинаем ждать? Ади кушай. Я еще не сняла. Идем в лайк. Ссылочка будет в описании на мой лайк-аккаунт. Ну, я так думаю, прядочки твои уже подошли, поспели. Давай посмотрим, да. Можно я открою? Ну, давай. Прям стягивать ее? Стягивай. И куда надо? Не, не стягивай, просто пока открой. Да, все, прекрасно, прекрасно. Нет, они не белые. Это Ксюш, это желтый. Желтый цвет. Для меня, честно, без разницы. Не надо так сильно заворачивать. Ты же видишь, как они у меня аккуратненько были свернуты. Я в этом не понимаю. Ты можешь мне помогать просто разворачивать ее, но не стягивать. Да, почему? Ты же видишь, она завернута, как конвертик. Продолжение следует... Я их уже помыла. Посмотрите, какие они прикольные. Они похожи на желточек. Вау, клево. Посмотрите, какая большая разница. Но мне пока что кажется, что у меня они не очень идут. Да, сейчас они такие желтые. Ну все, что красим? В какой цвет? Пепел тоже должен лечь. Пепельный? С фиолетовым. Ну давай возьмем красочку 1076. Коричневатый, фиолетовый. Еще добавим красочку потемнее. Темно-пепельный. Чтоб уже наверняка. И оксигент льем. Ну и все перемешиваем. И так, вот такая колбаса у нас получилась. Ну она еще не получилась, но получается. Да, будем надеяться, что цвет получится хороший. Но если вдруг желтизна будет проступать, мы сделаем еще немножко потемнее. Потому что у нас краски много, выбор хороший. Мы можем хоть каждый день краситься. Хоть серо-буро-малиновый. Кстати, я хотела такой. С серо-буро-малиновый? Да. Ну все, ждем 20 минут и смываем. Ребята, мне так нравится. Посмотрите, я их уже затонировала. Они такие прикольно-пепельные. Интересно, что сейчас будет? Фотки обязательно выложу в инстаграм. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ну что, ребята, к сожалению, моя покраска не удалась. И, в общем, волосы у меня отпали. А что такое лицо довольно? Ну не знаю, потому что это мем. Потому что у меня же получилось, и у меня все идеально. Посмотрите, какие они прикольные. Я уже успела накрутить небольшие кудряшки. Они просто обалденные. Вот цвет неплохой получился. Как видите, у меня все обошлось просто отлично. Никакой ни черный, ни красный, ни фиолетовый мне не пригодился. И я просто сделала пепельный. Но если вам понравились мои волосы, ну и вообще это видео, то обязательно поставьте лайк под этим видео. Я просто по лайкам вижу, какие видео вам больше нравятся. И какие больше снимать на моем канале. Например, бьюти, влоги или еще какие-нибудь размекушки. Ну, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и пока!